Италия Господи, опять что ли Германия таращилась в дом на Ватикан? Постор, все нарисовано. Нет-нет, сеньор улыбался и размахивал руками на бриолининый красавец полицейский. Все настоящее, просто неземная красота. Это и есть Белла Италия. Ну, конечно, в голове у дома были все эти гладиаторы, цезари, цицероны, мафия, колизеи, но оказалось, все это было давно. От колизея остались одни развалины, по которым бродят голодные кошки, а гладиаторов полно, но ряженых, в картонных доспехах и с деревянными мечами. Хотя Сикстинская капелла дом потрясла. К тому же у дома сразу украли все деньги и документы, и дом вынужден был подрабатывать гладиатором. Да, точно, бутафорским гладиатором. Хотя жильцам в Риме очень даже нравилось. Тепло, фрукты круглый год и бутики. Женщины ходили с утра до вечера по бутикам, а мужчины поголовно подрабатывали, как и дом, у колизея бутафорскими гладиаторами. Продавали сувениры и булыжники сапиевой дороги. А тут едет на месу Папа Римский из Ватикана в Папа Мобиле. Смотрит, дом. Стоит в доспехах гладиатора и синих ботинках. Что за чучело, спрашивает Папа. Сами не знаем, отвечает швейцарская охрана. Третьего дня не было, а сейчас вот стоит. Откуда взялся, Бог его знает. Может, пилигрим какой. Ай, зайду, сказал Папа. И зашел. И жильцы, конечно, рады. Женщины надели кокошники. Мужчины шаровары. Медведя привели. Папу блинами с икрой угощают. Семгой. Бабы с нурмяниными щеками. На кжельских подносах растягаясь. Гречневые каши подносят. Медовуху. Хорошо. А тут и члентана на балконе запел. Дом с папой подпевают. Хорошо. Папе очень понравилось. Вот побольше бы таких домов, сказал Папа с балкона. И все бы у нас наладилось. А дом возьми и влюбись в римлянку. В прелестную курчавую сеньору Бертолуччин. Женская половина дома, конечно, приревновала. А мужская очень даже поддерживала. Вот гуляют они по Риму. Дом в костюме гладиатора. А прелестная сеньора Бертолучча в одних римских сандалиях. По сторонам смотрят. Весна. А в этом Риме весной кто только по улицам не болтается. Все болтаются. И даже известный канадский форвард Грег Скотт тоже болтался. С клюшкой. Ходил по Риму туда-сюда и стучал этой клюшкой по римским базальтам. А за форвардом вереницы все эти. Лючи, Анжелы и сеньора Бертолучча. Оказалось, римлянки в этих романтических вопросах не лучше француженок. Очень даже влюбчивые. А папа, который хотел было благословить союз дома и прекрасной сеньоры Бертолучча, говорит, надо вам, дети мои, проверить свои чувства. И послал дом в Канаду разобраться с этим хоккеем и заодно духовным наместником Ватикана. А еще там слоны, вздохнул папа, и пигмеи. Их на духовный путь наставлять надо. Может, что, папа и напутал? Хорошо, сказал дом, не вопрос, надо, так надо. Вернешься с клюшкой, сказал папа. С Богом, сын мой. А мы тут за сеньорой Бертолучча присмотрим. И дом пошел. Пошел дом к морю. А может, ты к океану? Дом не очень разбирался. И тут жильцы немного запереживали. Не все умели плавать. Ну и вообще, пока-то все шло хорошо. Деть от смешанных браков. Кухни народов мира. А тут на тебе. А дом сказал. Да как хотите, а я поплыву. И поплыл. Оказывается, дом очень даже умел плавать. Болтал ногами и плыл. Как утка. Только многоногая. А когда некоторые жильцы интересовались, куда плывем-то, к слонам и хоккею, отвечал дом. Я слонов этих отродясь не видел. А хоккей с этими грегами-скотами только по телевизору, и то мельком. Охота посмотреть. Вот вас вижу каждый божий день. А слонов ни разу. А еще пигмеем. Приплыл. КОНЕЦ